Здравствуйте, уважаемые друзья, слушатели и зрители моего канала на ютубе, аграрного моего канала и клуба органического земледелия. Зовут меня Фролов Юрий Андреевич, я биолог и так далее, и так далее. Вы, наверное, меня уже, может быть, знаете. Ну, а кто не знает, найти мой блог, найти мои другие сайты, мои проекты очень легко в интернете найдете. Сегодня мы поговорим с вами об одной очень интересной культуре, достаточно любимой, востребованной. Это баклажаны. Агротехника у баклажана примерно схожая с выращиванием томатов. О томатах вы найдете много роликов в ютубе, в моем сайте, об этом я подробно говорил. Поэтому касаться темы почвы, как проращивать семена, как пересаживать их, пикировать в горшочки, как это я рассказывал на примере томатов, да, и потом уже выращивать большую высокую рассаду, я не буду. Все очень схоже. Но главное здесь понять следующее. Значит, баклажаны достаточно светолюбивая культура, любят температуру средне-высокую, то есть 27-30, 32 можно. Но помните еще раз, никогда не буду уставать это объяснять, что сверху желательно, особенно если яркое освещение, если лампы натриевые, либо накаливание, либо металлогалогеновые, которые достаточно высокую температуру создают при своем освещении, то помните, что верхний слой почвы надо накрывать небольшим, толстеньким, таким, ну, 2 см слоем мелко изрубленной, измульчированной соломы, и тогда верхние слои почвы не будут пересыхать, а это очень важно. Не переливайте баклажаны, они этого не любят. Но когда уже у вас баклажаны поднимутся, будут большие, они будут пить очень много воды, поэтому вы всегда следите за тем, чтобы листики не никли. Если начинают никнуть листики, а вы где-то проглядели какой-то горшочек, у вас много рассады, то не беда, начнут никнуть, значит, срочно надо поливать. Вот, это сразу первый показатель. Чтобы баклажаны были устойчивые, с толстым стеблем, крупные, нужно хорошо подсвечивать, но ночью снижать температуру, где-то до, ну, скажем так, 15 градусов нужно закаливать, а освещение должно быть не менее 12-14 часов. Я рекомендую для тех, кто не чувствует, ну, что называется, на ощупь, на вот цвет руки, да, так сказать, на который падают лучики света, купить и использовать вот такой прибор, значит, это люксметр, и он в люксах будет показывать, сколько единиц, значит, освещения на квадратный метр, а нормы, как я уже сказал, 12 тысяч и более. Так, про баклажаны маленькие мы рассказали. Здесь представлены, значит, маленькие растения, которым примерно 2,5 недели от того, как они были посажены, пикированы из проращивателей маленьких наших мини-тепличек, вот такими малюсенькими растениями, вот они выросли где-то за 2,5 недели, растут баклажаны медленнее, чем томаты, ну, на первых порах, потом идут очень быстро в рост. Вот вам пример живой. Здесь мы видим томаты 2,5 недели от момента высадки их в контейнеры, малюсеньких росточков 4-3 дневных, а вот здесь мы видим уже через еще 2 недели, вернее, 2,5 недели, какие огромные, вот им от отроду, что называется, где-то примерно полтора месяца, но это уже мощные кусты до 35-40 сантиметров высотой с листами, которые по длине некоторые я замерял до 12 сантиметров, вот. Они очень быстро будут выпивать воду, ведь чем крупнее лист имеет большую площадь, тем он больше влаги может испаряться, если высокая температура и активное солнечное, как говорится, облучение. Поэтому стаканчик, если маленький, то почва в нем может пересыхать достаточно быстро, а для этого нужно поливать иногда и 2 раза в день. Ну, мульчирование, конечно, может снизить до 1 раза в день потребность. Ну, а поскольку у нас есть маленькие вот такие дырочки, вот здесь это хорошо, наверное, будет видно, в дне, не дне, а бортики, как бы на высоте 1 сантиметр от дна, когда мы получили вот такую высокую, крупную, мощную рассаду, вот, как вы видите перед вашими мониторами, то, значит, знайте, что большая площадь листа и, значит, высокое активное испарение, особенно если яркая лампа, значит, соответственно, нам нужно поливать иногда 2 раза в день. Конечно, можно иногда и снизить до 1 раза в день. Мы тогда применяем вот этот толстый слой, сантиметра по 3 мульчи из соломы сверху, но, тем не менее, главное другое. Вот вы хорошо видите, наверное, как у нас корневая система пронизывает весь горшочек. Он у нас прозрачный, поэтому это хорошо видно. Я всегда использую медовые, вот такие по 400 мл горшочки. Около дна, на высоте сантиметр от дна, мы просверливаем дырочки 3 или 4 мм сверлом. Их 2, либо 3. И если мы, не дай бог, перелили, чтобы корни не гнили, то вода уйдет у нас. Почему я использую вот такие лотки, в которые мы помещаем эти горшочки. Удобные, по 12-13 горшочков помещается в такой лоток. И вода не проливается, вы ничего не зальете. Это удобство в работе с аграрными культурами, да и вообще в любой работе, и вообще в жизни, в быту всегда важны удобство, порядок, когда все на своем месте, все под рукой и все контролируемое. Так вот, значит, не переувлажняйте. Но ничего страшного, ведь через эти дырочки вода уйдет в лоток, если вы слишком много польете. Ну, а если мало, то мы всегда на лоток, на такой, можем посмотреть и сбоку. Он прозрачный, и мы видим, что горшок сухой или почва все-таки не влажная. Так что это большой плюс, большое удобство в работе. Видите, какой огромный, прекрасный, хорошо себя чувствующий, с крепким, так сказать, иммунитетом, условно говоря, если мы экстраполируем на, как бы, аналогию по человеческому здоровью, да, крепким иммунитетом. Вот такое растение. Это видно всегда невооруженным глазом, даже не специалисту. Вот его уже можно сажать в грунт. Причем, если бы сейчас было 15-20 мая, то уже в открытый, а в теплицу, значит, ну, где-то с примерно 5-го, с 1-го мая. Значит, это все зависит от того, какая теплица, регион, какой у нас сейчас, какая погода непосредственно, да. И если мы говорим о зимнем саду, зимний сад, то тогда, конечно, в зимнем саду могут быть, все зависит от ваших условий, если там он отапливается, если хорошая защита, ночью температуры не понижаются ниже плюс, ну, 8-10, а лучше плюс 12, то тогда мы можем тоже высаживать и в грунт, в зимний сад. Об этом мы тоже снимем обязательно ролики. Так, что еще нужно, хотелось бы сказать мне о баклажанах. Значит, их можно выращивать вместе с томатами в одной теплице, в одном зимнем саду. Значит, за счет того, что листья крупные, то мы можем на задний план по ходу движения, скажем, солнечных падений, солнечных лучей, мы можем дальше томатов. То есть от начала теплицы, где солнечные лучи падают, посадить их чуть-чуть дальше. Но если при этом томаты низкорослые, если же высокорослые и крупные, значит, с густой листвой, то тогда нужно высаживать грядки параллельно, чтобы световой день, во-первых, свет был активный весь световой день, и световой день, конечно, желателен не менее 10 часов в день. Вот. Это надо тоже помнить, когда высаживаем. Поэтому если в зимний сад мы высаживаем рано, например, скажем, в начале апреля или в конце марта, если он у вас прогреваемый, то тогда надо досвечивать обязательно, чтобы общая продолжительность освещения. Это касается и томатов, это касается и перцев, и баклажанов. Общий световой день должен быть не менее 12 часов. Хорошего освещения, которое, значит, примерно составляет 12 тысяч люкс или более. Ну что ж, по баклажанам на этом мы закончим. Смотрите мои другие ролики. Если вам понравилась тема, понравился ролик, интересный следующее выступление, напишите, кликните, понравилось ли, и подписывайтесь на мой канал в YouTube. До новых встреч, всего вам самого лучшего! Субтитры сделал DimaTorzok